Глава об исключении из веры Имеется ввиду глава о том, чтобы человек говорил Я являюсь верующим Я надеюсь, что я являюсь верующим Прежде чем приступить к течению слов самого автора книги Прочитаем слова, которые у нас здесь в сноске Говорит Этот вопрос начал рассматриваться среди людей По причине мурджиитов Более того, один из самых главных признаков Ирджа, то есть мурджиизма Это оставление исключения из веры То есть оставление произнесения фразы Я верующий Как сказал об этом Абдурахман Ибн Махади И да таракали стихна Если человек оставляет иншаллах И не говорит иншаллах Или не говорит ардю Не говорит, имеется ввиду что Считая, что это запрещено так говорить То это основа мурджиизма И также от него реваят пришел Начало мурджиизма Это оставление исключения Так это иншаллах ясно Сказал шейху лислам Сказал шейху лислам Как об этом прислов Мажму Аль-Фатава 7 том 448 Вместе с этим имам Ахмад А также другие из праведных предков Запрещали или считали запрещенным Или не любили Чтобы человек спрашивал другого Верующий ли ты А также не любили ответ То есть считали запрещенным Отвечать на такие вопросы Потому что это нововведение Которое ввели в религию Кто мурджииты Для того, чтобы сделать ответ людей На их вопрос Чем? Доводом за свой мозгар Потому что каждый человек Знает о себе Что он не является неверующим Наоборот Он находит свое сердце То, что его сердце подтверждает Истинность того С чем пришел посланник Аллаха Салаллаху лислам Поэтому он говорит Анна Муамин Да, я верующий Как мы это разъясняли На начальных уроках Мурджииты подходили к людям И задавали им этот вопрос Ты верующий или нет Говорит шейху лислам Каждый человек То есть мусульман Находит в своем сердце Что он считает за истину Религию пророка Мухаммада Салаллаху лислам Поэтому отвечал так То есть Не подразумевая Тот смысл Который заложен в их вопросе И то, что они То есть их цели и намерения Не зная о них Отвечал спокойно Как Анна Муамин Да, я верующий человек То есть я верю В Аллаху посланника и так далее Говорит Отсюда получалось То, что вера Это что? Оттазды То есть Голое подтверждение сердцем Потому что ты подтверждаешь Что ты являешься мусульманином Точнее, верующим Валя тачзиму Бианна кафаальта Кулля маумир таби Вместе с этим Ты не подтверждаешь Что ты выполнил Все, что тебе приказано Или то, что ты Выполняешь Все, что тебе приказано Поэтому они говорили Раз ты Говоришь, что ты верующий Вместе с тем Что ты не подтверждаешь Что ты все делаешь Значит дела не входят в иман И ты считаешь Что вера Это то, что в сердце Есть подтверждение Истины и религии Пророка Салаллаху лислам Ясно или нет? Соответственно Они говорили Что большинство людей Смотрите Большинство людей Считает, что вера Это что? Что вера Это подтверждение в сердце Это хитро, говорят Это хитро Что человек считает Что вера в сердце Поэтому дела Не входят в иман А когда праведные предки Поняли их Дурные намерения От задавания этого вопроса Они начали Что делать? Они начали Порицать Тех, которые отвечают На эти вопросы Или начали Давать ответ Какой? Давать ответ Разъясненный Не просто говорить Я верующий И так далее Но разъяснять Я верующий в том смысле Но я надеюсь Что я верующий В том смысле И так далее Говорит Это потому что Слово вера Может прийти В неограниченном виде А может прийти В ограниченном виде Я верующий И при этом Не делать исключения Это разрешено Помните Как мы это говорили То что Правильный Мазхаб Мазхаб Если хочет Человек может Оставить Не говорить Иншаллах А просто Говорит Я верующий Но вместе С этим Если он говорит Я верующий Он должен Разъяснить Что он Имеет ввиду Послом Я верующий Верующий И то что Он Не имеет ввиду Я верующий Полноценной Совершенной Абсолютной Верой И поэтому Имам Ахмад Запрещал Чтобы кто-то Отвечал Таким Полноценным Ответом Без исключения То есть Когда человек Говорит Я верующий И имею ввиду Полноценную Веру Нельзя иметь ввиду Полноценную Веру Кроме как Исключать И говорит Иншаллах Так Потому что Человек не знает Делает ли он Все дела Должным образом Или нет Говорит Отсюда Понимается Что Имам Ахмад А также Другие Праведные Предки Ясно Утверждали То что В их сердцах Есть вера Так и Не сомневались В этом То есть Не сомневались В том Что они Утверждают Или подтверждают И считают Действительной Веру В свою религию Пророка Мухаммада Саллах Аль-Ассалям А исключение Возвращается К чему В полноценной Вере То есть Когда человек Говорит Я верующий И не делать Исключение Имеется ввиду Я подтверждаю Истинность Религии Пророка Мухаммада Саллах Но когда Говорит Я верующий И имеется ввиду Что я Точно не знаю Делаю ли я Дела Полноценным Образом Которые Мне Обязался Вишня Аллах Говорит То есть Исключение Возвращается В полноценной Вере Которая Содержит Приказанного А также Что Говорили Что разрешено Разрешено Оставлять Истинность Не говорите Иншаллах Относительно Той веры Веры Которую Ты не сомневаешь Имеется ввиду Тазды Говорит Вместе с тем Что мы не сомневаемся Что в наших Сердцах Из веры Говорит И даже Если человек Говорит Она Мумин И имеет ввиду Что Я верующий В смысле Я подтверждаю Истинность Религии Пророка Мухаммада Саллах Все равно Можно сказать Иншаллах Но это Уже Лез Не на основании Сомнения А на основании Утверждения И говорит Пришло В Сунни Фраза Иншаллах Не для сомнения А для чего А для утверждения А что касается Если ты Говоришь Я верующий Имею ввиду Я подтверждаю Религии Пророка Мухаммада Саллах А потом Говоришь Иншаллах И в этом Сомневаешься Тогда это Нельзя делать Так как Это указывает Что ты Не являешься Верующим Наоборот Ты являешься Неверующим Так как Ты сам Сомневаешься Точно ли Ты Считаешь Религию Пророка Мухаммада Саллах Истиной Или нет Это все Ясно Или нет Это Дальше Говорит Приходит От Мухаммада Ибн Хасана Ибн Харуна Что он сказал Я спросил Абу Абдилла То есть имеется Ввиду Имама Ахмада Относительные Исключения Из веры Имама Ахмад Сказал Да Можно Это Делать Но Не на Основании Сомнения Но И страх И На всякий случай Для дела Имеет Свиду И страх Того Что возможно Ты не делаешь Всех дел И на всякий случай Говорит Иншал Потому что Ты возможно Не делаешь Всех дел Которые На тебя Обязал Всевышний Аллах Говорит И делали Такое исключение Ибн Масуд А так же Это Мазар Суфьяна Саури И так же Говорил Всевышний Аллах Вы непременно Зайдете В запретную Мечеть Будучи В безопасности Вместе С тем Что Всевышний Аллах Знал Что они Зайдут В мечеть Запретную Так завоевав Мекку Будучи Как в безопасности Несмотря на это Что сказал Иншал Это указывает На то что Иншал Благобоязнение Среди вас Перед Аллах Пророк Самая Богобоязненная Из людей Пересилочим Аллах Или нет Самой Богобоязненной То есть В этом Нет сомнения И смотря на это Пророк Что сказал Я надеюсь На это А также Сказ Относительно Умершего И на этом Он воскреснет Иншал То есть На чем умер На том и воскреснет И в этом Тоже нет сомнения Что человек Воскреснет На том На чем он умер Поэтому Имам Ахмад Разъяснил Что исключение Относительно Веры Делается И страха Относительно Дел То что возможно Ты не сделал Всех дел Должным образом Каждый человек Боится Что возможно Он не довел До совершенства Те дела Которые приказаны Ему Поэтому На всякий случай Говорит Иншаллах Вот это все Ясно или нет Иншаллах Понятно Теперь слова Автора книги Говорит Каля Абу Абейд Говорит Абу Абейд Аль-Касим Ибнусалям Расскажал нам Ях ибнусалид То есть Аль-Каттан Ан-Абил-Ашхаб Ан-Иль-Хасан Кал От Хасан Аль-Басри Который сказал Однажды один человек Сказал Я являюсь верующим Тогда Ибнусалид ему сказал Можешь ли ты сказать Что ты из людей рая Сказал Он надеюсь Что я из людей рая Тогда Ибнусалид сказал Почему бы тебе Не сказать Во время Во время Своей первой фразы Так же Как ты сказал Во время Своей Второй фразы Это сообщение От Ибнусалид Является Каким Является Слабым Потому что Аль-Хасан Аль-Басри Ничего не слышал От Ибнусалуда Дальше Говорит Абул-Абейд Дальше Говорит Абул-Абейд Рассказал нам Абдурахман Ибнусалид Однажды Однажды Пришел Один человек К Абдуллаху Кто такой Абдуллах Ибнусалид Ибнусалид Потому что Абул-Аэль Это один из его Учеников Шаких Ибнусаляма Абул-Аэль Это Шаких Ибнусаляма Один из учеников Абдуллах Ибнусалуда Говорит Однажды Один человек Пришел К Абдуллах Ибнусалид И сказал Однажды Когда мы были В пути Мы встретили Группу Людей На верховых Животных Мы сказали Им Кто вы Они сказали Мы верующие Когда Ибнусалид Это услышал От Абул-Аэля Как Абул-Аэль Ему рассказывал Эту историю Он ему сказал Почему бы им Тогда не сказать Поисни мы Из людей Рая Так Поисни мы Из людей Рая Потому что Тот который Свидетельствует За себя Что у него Вера полноценная То получается Что он Свидетельствует Что если он Умрет сейчас На этом То он Обязательно Из людей Рая Понятно Или нет Этот Иснат Достоверный От кого От Ибнусалуда Говорит Дальше Абул-Абед Рассказал Им Ях Ибнусалид То есть Аркаттан От Мухаммада Ибнусалфара А Одна за один Человек Сказал Окла Абул-Абдулла Ибнусалуда Я являюсь Верующим Тогда Абул-Абдулла Сказал Тогда уж Скажи Что я В раю Но следует Говорить Что мы Уверовали В Аллах А также В его ангелов В его книге В его посланниках Имеется ввиду Что эта вера Какая Основа веры Основа веры В Аллах В его ангелов В книге посланников Это Основа веры Таир Это сообщение От Ибнусалуда С достоверным Иснадом Говорит Дальше Абул-Абед Рассказал нам Абдул-Рахман Ибнумахади От Суфиана От Мухил Мухилла Ибнумухриза Каль Мухилл Ибнумухриз Сказал Каль Али Ибрагим Однажды Ибрагим Сказал мне Если тебе скажут Верующий ли ты Тогда скажи Я уверовал в Аллах В его ангелов В его книге И в его посланников Почему нужно так отвечать В данном случае Потому что Всевышний так сказал Скажите Мы уверовали в Аллах В его ангелов В его книге И в его посланников Сам Аллах приказал Нам так говорить Поэтому нет ничего страшного Если человек говорит Я уверовал в Аллах В его ангелов В его посланников В его книге И так далее Это сообщение Также пришлось Застоверным Иснадом Дальше Каль Абу Абейд Дальше говорит Абу Абейд Абдул-Касим Ибнумасалям Рассказал нам Абдул-Рахман Ибнумахади От Суфиана От Мамара Ибнум Рашида От Ибнум Тауса От его отца То есть Отец его кто Таус Ибнум Кайсан Каль То что Таус Ибнум Кайсан Сказал Если тебе скажут Верующий ли ты Тогда скажи Я уверовал в Аллах В его ангелов В его книге И в его посланников Это сообщение Является достоверным Каль Абу Абейд Дальше говорит Абу Абейд Рассказал нам Абдул-Рахман Ибнумахади От Хаммада Ибнум Зайда И семейство Хаммада Ибнум Зайда Все были учеными Учеными были Семейство Хаммада Ибнум Зайда От Яха Ибнум Атика От Мухаммада Ибнум Сирина Мухаммад Ибнум Сирин Один из семи братьев То есть Один из Сыновей Сирина У Сирина Было еще шесть Сыновей Кроме него То есть У Сирина Сколько было детей Семеро И все они были Улама Все они были Учеными Это что Редкий Случай Это сообщение Является каким Достоверным Сообщение Также является Достоверным Дальше Говорит Аббабейд Рассказал нам Джарир Ибн Абдул-Хамид От Мансура Ибн Аль-Муатамира От Ибрагима Анахай О том Что Ибрагим Анахай Сказал Один из Один человек Сказал Аббабейд Амумин Верующий Липы И Аббабейд Сказал Я надеюсь Иншаллах Что я верующий Это сообщение Аббабейд Тоже является Достоверным Говорит Аббабейд Комментирую Это Возможно Здесь должно быть Вабейхаза Аллаху алам И Этого мнения Придерживался Суфьян То есть Суфьян Асаури У нас здесь В смоске Приходит Этот азар От Суфьяна Асаури Где он говорит Мы считаем людей Верующими В вопросах Постановлений И наследства В каком смысле То есть Верующий Может Наследовать Только от верующего Верующий Не может Наследовать От неверующих Допустим Человек Умер Отец И он внешне Был верующим Человеком Но возможно Что он в сердце Был лицемером Но Суфьян Асаури Говорит Люди для нас Верующие Мы не знаем То что у них В сердцах Из веры Из неверия Но внешне Мы смотрим Они верующие Поэтому мы Что делаем Относимся к ним Как к верующим В постановлениях И вопросах Наследства То есть Взаимоотношения Строем С людьми Так что Они верующие И наследство Перенимаем Или наоборот Передаем Исходя из того Что эти люди Верующие И надеемся Что мы действительно Являемся верующими Но мы не знаем Каково наше положение Передала То есть Принимает ли Всевышний Аллах От нас Наши дела Или не принимает И на другой странице Пришел Что Следующее Говорит Вот Али ибн Бахра Он сказал Я слышал Как Жирир ибн Абдулхамид Говорит Канн Аль-Амаш Ва Исмаил ибн Абихалид Ва Амара ибн Каака Ва Аля ибн Шубрума Ва Суфьяна Саури Ва Хамза аз-Заият И Акулюн Все эти люди Которых мы перечислили выше А это Сулейман ибн Михран Аль-Амаш Исмаил ибн Абихалид Ва Амара ибн Каака А также Аля ибн Абдулрахман А также Ибн Шубрума А также Суфьяна Саури И Хамза аз-Заият Все они говорили Нахма муаминуна Иншаллах Мы веруем Иншаллах Ва Юйибуна Или Яйибуна Аляман лаястатли И они порицали Того Кто не делал Исключение из веры То есть Кто оставлял Что Иншаллах Кто не говорил Иншаллах За это Салифы что Порицали За это Салифы порицали Говорит Это был Мазгав Суфьяна Саури А также Тех Которые Согласились С ним В этом То что Необходимо Делать Из титна И из веры И говорить Я верующий Иншаллах Здесь Слова автора Читаем Но мы Читаем Говорит Имам Абулабейд То что Они Не любили Чтобы человек Говорил Просто Я верующий Потому что Это Является Как Ябутту Ашхада То что Человек Явно Утверждает Себе Свидетельство Бель Иман Верой Но так Делать Не нужно Из страха Того Что я Рассказал Тебе В первой Главе Минат Таския Из того Что ты Сам Себя Этим Хвалишь И говоришь Что ты Делаешь Все дела Должным Образом И то что Ты утверждаешь Что ты Полноценной Верой Перед Аллахом Субхану Абулабейд Говорит А что Что касается Постановления Этой Дуни То люди Называются Людьми Этой религии Называются Мусульманами Называются Верующими Все они Являются Верующими То есть Всех Кого мы Видим Сейчас Мы говорим Верующий Верующий Это тоже Верующий Это тоже Верующий В чем Постановление Дуни То есть Имеется Ввиду Что ты Должен Если Сосредь Чего Даешь Ему Салям Если Он дал Тебе Салям Ты должен Ему ответить И тому подобное Если кто-то Вышел И стал Имамом В намазе То ты Не должен Говорить Я кафир Ты неверующий Уди Мы другого Поставим Быть имамом В намазе И так далее Нет Эти люди Мы считаем За верующих Внешне Но Каково их положение Перед Аллахом Мы не знаем Так или нет Тебе Говорит Лианна Уиляя Тагум Потому что Их Уиляя Имеется Ввиду Али Финника Имеется Ввиду Али Над какой-либо Женщиной В вопросах Никаха И не говорим Возможно Ты неверующий В сердце Мы так не говорим Но говорим Что если человек Признает То что он верующий Говорит Ла 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 Мухаммад Расулла И тому подобное То мы говорим Что он Что может быть Вали Над Такой-то Такой-то Женщиной Если она Является Его дочерь И тому подобное Говорит А также И животные Которых они режут Мы употребляем Их в пищу Так И говорим Что это Зарезал Это животное Верующий Человек И не говорим Что возможно В сердце Он неверующий Поэтому мы Не едим Его пищу Его Зарезанного Животного А также Их свидетельство В суде Принимается И также Их Что Акты Бракосочетания Также считаются Действительными И все Их сунна То есть Все что Они выполняют Все это Строится На том Что Они Являются Верующими Поэтому Аляузаи Считал Что Как Исключать Из веры А также Оставлять Это И не исключать А говорить Я верующий Все это Является Вася Все это Является Широким То есть Разрешено Аляузаи Поэтому Считал Что Разрешено Говорить Ана Муэмин И разрешено Говорить Просто Ана Муэмин Говорит Абулабейд Отдаться На Мухаммад Ибн Касир Рассказал Нам Мухаммад Ибн Касир От Аляузаи То что Аляузаи Сказал Кто скажет Я верующий То хорошо А кто скажет Я верующий Иншаллах Тоже хорошо Потому что Всевышний Аллах Сказал Вы непременно Зайдете В запретную мечеть Иншаллах Будучи в безопасности И Всевышний Аллах Знал То что Они Зайдут Войдут В эту мечеть Будучи в безопасности Это сообщение Аляузаи За стоверным Иснадом Понятно или нет Значит Аузаи Что имеет ввиду Если человек скажет Я верующий То хорошо Имеет ввиду Не в том смысле Что человек Сомневается Или что-то утверждает Говорит Я верующий Говорит Я верующий Иншаллах Иншаллах Не из-за сомнения В своей вере Видишь Поэтому привел Дальше этот аят Что Всевышний знал Что они войдут Несмотря на это Сказал Иншаллах Дальше Это подтверждение Того Что мы говорили ранее Что с алифой Считали желательным Иншаллах Вот эту фразу Иншаллах Но разрешали Ее оставление Так же Дальше Говорит И именно Такой смысл Я думаю Заключается В словах Абдулла Ибнумас'уд Когда к нему Пришел Один из людей И сказал Разве ты не знаешь Что люди То есть Этот человек Говорит Абдулла Ибнумас'уд Разве ты не знаешь Что люди Во времена Пророка Были На три группы Муумин Ламуна Вакапир Верующий И лицемер И неверующий Ты из кого был Ты во времена Пророка Салла Из какой Из этих трех Групп был Я был Из верующих Говорит Абдулла Пришло От Абдулла Ибнумас'уд Что он Порицал Тех Которые Говорят Я верующий И не добавляет Иншаллах А сам же Здесь говорит Я был Из верующих Как Говорит Это понять Абдулла Я считаю Что Здесь Я был Из верующих То есть Я не был Неверующим И я не был Лицемером Но я был Из той группы Которые Я являются Верующими То есть Здесь имеется Ввиду Я верующий То есть У меня Была Минимальная Вера Понятно А что Касается Абсолютной Полноценной Совершенной Веры То я За это Не свидетельствую А если Я за это Сидельствую То я Говорю Иншаллах Говорит Мы считаем Что он Имел Ввиду Я был Из людей И этой религии То есть Абдулла Ибнамасхуд Не имеет Ввиду Что я Был Полноценной Совершенной Абсолютной Верой Но имеет Ввиду Что я Был Из этих Людей Из мусульман Из верующих Людей Они из других То есть Не из мунафитов И не из кафиров Я был А что касается Свидетельства Об этом У Аллах А что касается Свидетельства За самого Тебя Что я Перед Аллахом Верующий То говорит Абдулла Ибнамасхуд Мы считаем Его Более Знающим Относительно Всевышнего Аллаха И более Богобоязнен Перед Ним Чтобы так Говорить Чтобы говорить Что я Свидетельствую Что я Перед Аллахом Абсолютно Верующий Как же мог Абдулла Ибнамасхуд Про себя Сказать Я верующий И иметь ввиду Что его вера Полноценная Перед Аллахом Вместе с тем Что Всевышний Говорит Не восхваляйте Самих себя Всевышний Лучше знает Тех Которые Богобоязнены Понятно Поэтому говорит Абдулла Ибнамасхуд Под словами Я был из верующих Имеет ввиду Я не был из неверующих И не был из лицемеров Но я был из людей Этой религии И свидетельство за это За то что мы думаем Что Ибнамасхуд Имел ввиду Это то что раньше он говорил То что раньше он не говорил Я верующий Как бы восхваляя себя А так же Что не говорил Я верующий По другим причинам Но здесь он сказал Я верующий Значит имеется ввиду Я верующий Не восхваляя себя А имею ввиду Что я был из мусульмана Так и мы считаем И мы не видели Чтобы он порицал Того Кто говорит Я верующий В любом случае В любом случае Но говорил Что человек должен говорить Я уверовал В Аллах В его ангел В его книге Его посланников И не добавлял К этому Слову То есть я не говорил То есть Ибн Масхуд Никогда не говорил Я верующий Полноценной верой Около Или у Аллаха Так Но говорил что Если он говорил Я верующий То добавлял Иншалла в этом смысле А если он имел ввиду Что я из религии мусульман То он просто говорил Я верующий Поэтому если эта основа Сохранена от него Как понять То есть если это сообщение Которое мы привели выше Вообще достоверно То что он говорил Я был из верующих И то что пришел к нему Один из людей Муаза И задал ему Вот такой вопрос Если мы скажем Что это достоверно От него То надо его понимать Так как я тебе Разъяснил Что под словами Я верующий Ибн Масхуд имел ввиду Я из людей Это религия Я не из лицемерных Я не из неверующих Не запутали здесь Понятно же Или разъяснить заново То есть Автор книги Что хочет сказать От Абдулла Ивна Масхуда Пришли разные сообщения В одном месте Он порицал людей Если они говорили Я верующий И говорил Тогда уж скажи Что ты из людей рая Уж тогда скажи Что здесь имеется ввиду За что он порицал Потому что Если человек говорит Я верующий Он что Автоматически Сидит за себя Что он Делает все дела Должным образом Который Аллах ему Приказал Поэтому Абдулла Ивна Масхуд Порицал людей за это Если они Не добавляли Иша Аллах Порицал Но в другом месте От самого же Абдулла Ивна Масхуда Пришло что он сказал Что Минан Мунин Я был из верующих Я был из верующих Автор книги говорит Если это второе сообщение От него достоверно Тогда как его надо понимать Как собрать Это его сообщение С теми Другими сообщениями Которые мы приводили ранее Здесь во втором Говорит сообщение От Ивна Масхуда Он имеет ввиду Я был из верующих Не имеет ввиду Я был из тех Чьи дела были полноценными И чья вера была полноценной Но имеет ввиду что Я был из верующих Имеется ввиду Я был из людей Это религия Я был мусульманином Я не был из каферов Я не был из мунафиков Так потому что Этот человек Задал ему такой вопрос Ты из кого был Во времена пророка Соласа Был ли ты верующим Или кафером Или лицемером По словам верующие Здесь что имеется ввиду Не имеется ввиду Был ли ты верующий Полноценный абсолютно верит. Был ли ты верующим, лицемером или кафером? Имеется в виду, был ли ты мусульманином или был ли ты кафером, или был ли ты лицемером? И Ибн Масуд ответил, что я был верующим. То есть я был мусульманином. То есть я был в этой религии. Я подтверждал истинность религии Мухаммада саллаулахсом. Я не был из каферов, которые воевали с пророком саллаулахсом. Я не был из лицемеров, которые говорили, я верующий, но скрывали веру в сердцах и так далее. Дальше, что у нас? Вместе с тем, говорит Абу-Убейд, что я видел, как Яхи-Ибн-Саид в Каттан отрицал этот второй осар от него. То есть отрицал достоверность второго осара от Абдулла ибнума Сауда. Вместе с тем, говорит Абдулла ибнума Сауда, говорил, потому что ученики Абдулла ибнума Сауда против этого были. Были против того, чтобы говорить Я из верующих. Соответственно, они от кого это взяли? От своего учителя, от Абдулла ибнума Сауда. Значит, говорит Яхи-Ибн-Саид в Каттан, и сна от этого сообщения в нем есть сомнения. Также мы считаем, говорит, мазхаб ученых фикха, которые называли себя этим именем, то есть именем веры, и не говорили иншаллах. То есть Абдулла ибнума Сауда, что говорит. Также мы понимаем слова, которые пришли от некоторых фатихов, ученых по фикху, когда они говорили Я верующий, и не говорили иншаллах. Также мы понимаем, что под словами Я верующий, они имели ввиду, Я не являюсь неверующим, и Я не являюсь лицемером. Понятно или нет? И не имеется ввиду, что они восхваляли себя полноценной верой. Когда они говорили, мы верующие. Из них Абу Абдурахман Ас-Сулеми, Абу Абдурахман Ас-Сулеми, Таир. Пришло от Абу Абдурахман Ас-Сулеми, То, что однажды он задал вопрос одному человеку, верующий ли ты, или мусульман ли ты, И тот сказал, иншаллах, он сказал, не говори иншаллах, Не говори иншаллах, это сообщение слабое, это сообщение слабое, является недостоверным. Потому что в его снаде Ата ибн Саиб, так, перепутавшийся передатчик. А Мисар ибн Кидам, который передает это сообщение от Ата ибн Саиба, Рассказывал или перенимал от него хадисы от Ата, после того, как Ата уже запутался. Поэтому этот хадис является каким? Или это сообщение? Вот Абу Абдурахман Ас-Сулеми является слабым. Значит, смотри, и снад какой? Мисар ибн Кидам передает от Ата ибн Саиба. Но Мисар ибн Кидам перенимал хадисы от Ата ибн Саиба, Уже после того, как Ата ибн Саиб, что сделал? Перепутался, ихтелят у него произошел, так? Поэтому такие хадисы являются какими? Слабыми и не принимаются. Дальше Ибрагим Ат-Тайми. Также от Ибрагима Ат-Тайми пришло то, что он порицал, истихно порицал, чтобы говорили, иншаллах, говорили, иншаллах. Это от него достоверно. Это от него достоверно. Так пришло от Ибрагима Ат-Тайми то, что он сказал. Нет проблемы, если один из вас скажет, я верующий. Поясни, если он правдивый, то не будет наказывать его Всевышний Аллах за его правдивость. А если он в этом лжет, То то, что он является неверующим, хуже, чем его ложь. То есть его ложь это не навредит ему, если он является неверующим. Хватит ему то, что он неверующий, лжет он или не лжет, проблем нет. Понятно? То есть кто? Ибрагим Ат-Тайми говорил, если человек скажет, я верующий, нет проблем. Потому что если он правдивый, он действительно верующий, То Всевышний не накажет его за его правду. А если он лжет, значит он неверующий. Значит он неверующий. А раз он неверующий, то его ложь не добавит ему проблем. Так или нет? Потому что достаточно того, что он неверующий, чтобы остаться в огне навсегда. Это слова кого? Ибрагим Ат-Тайми. Дальше. А также Аун имн Абдилля. Сейчас мы кого перечисляем? Зачем мы перечисляем всех этих людей? Кто скажет? Эти люди все являются учеными Фиха, среди праведных саллихов, праведных предков. А Бурабет говорит, от этих всех людей пришло, что они не говорили иншаллах, и даже иногда порицали тех, которые говорят иншаллах. Мы, говорит, понимаем их слова, так же, как понимаем слова Абдулла и Масруда, когда он сказал, я из верующих. Не имеется ввиду, что они запрещали говорить иншаллах, но имеется ввиду, что они не говорили иншаллах, в том смысле, что я верующий, я не из неверующих, я не из лицемеров. Третий из ученых Фиха, от которого такое пришло, это Аун ибн Абдилла. Аун ибн Абдилла. Таид сказал относительно него, был одним из самых воспитанных ученых Медины. Он был мурджиитом, а потом оставил Ирджа, то есть отошел от Ирджа и вернулся к Сумне. А также те, которые пришли, говорит, после нет. Мысль, как, например, Умар ибн Азарт. Умар ибн Азарт. Таид сказал относительно него Абудауд, был главой в мурджиизме. Был главой в мурджиизме. Таид. И сказал относительно него Аль-Иджли. Он был крепким человеком. Балих, то есть сильным берегом. Но придерживался чего? Мазгаба мурджиитов. Сказал Абухатин про него. Он правдивый, но он мурджиит. И надо принимать его хадисы. Таид. Дальше. А также Атснам. В форме биографии. То, что он был правдивый, то есть если пришли тебе от него хадисы, то они являются правильными хадисами. Это у нас придет относительно передачи хадисов от нововведенцев. То, что некоторые из ученых принимали хадисы от нововведенцев, если они были правдивыми. Если они были правдивыми. Таид. Дальше. Был силен в религии. Балет имеется ввиду, что он не врал и не лгал на посланника Аллаха. Дальше. Это не является чем манажер муазанат. То, что если ты ругаешь какого-то нововведенца, ты должен его заодно похвалить. Это касается только передачиков хадисов в данном случае. Потому что у имамов этой общины было разногласие, принимать сообщение от нововведенцев или нет. Это у нас придет. А также Ассальт ибн Баграм. Пришло Ассальта ибн Баграма. То, что он не делал из техна. Не делал из техна в чем относительно вопросов веры. Говорит относительно него Хафиз ибн Хаджер. Бухарий сказал, что он слышал хадисы от Абу-Ваиля. И о нем упоминали то, что он был мурджиитом. То, что он был мурджиитом. А также Мисар ибн Кедам. Мисар ибн Кедам. Сказал относительно него Ягла ибн Убейд. Кана ли мисар ум Абеда. Факана ягдимуга. Вакана мурджиит. Он был кем? Мурджиитом. Фамата фалами ажхаду у Суфьяна Саури ибн Хасан ибн Салих. И когда он умер, на его джаназа не пришел к Суфьяна Саури ибн Хасан ибн Салих. Из-за того, что он был мурджиитом, Суфьяна Саури ибн Хасан ибн Салих не пришли к нему на джаназа. А от всех них пришло то, что они запрещали из техна. Из-за этого, смотри, их причислили куда? К мурджиитам. Причислили их к мурджиитам. Мисар ибн Укедам относительно него, Имам Ахмад не говорил, что он мурджиит. Говорил, он не мурджиит. Вместе с тем, что Имам Ахмад знал, что он запрещает из техна. И подобное, что ученые фихра. Мы считаем, что они так говорили. Исходя из того, что зашел в веру, не имея ввиду полноценную веру. То есть, говори, я верующий, и не говори, иншаллах, ты же не сомневаешься, что ты подтверждаешь истинность религии Мухаммада, в этом смысле. Не имели ввиду, что нельзя говорить, иншаллах, в вопросах чего? Дел. Вопросах дел. То же самое, как разъясняли относительно Асара Абдулла ибн Масруда. Дальше. Разве ты не видишь, что разница между этими учеными фикха и между Ибрагимом Ат-Тайми, а также Мухаммадом Абдулсирином, а также Таусом ибн Кайсаном? Вот эти вот, Ибрагим Ат-Тайми, а также Ибн Усирин, а также Таус, они из кого были? Которые говорили, надо говорить, иншаллах. Какая будет разница между ними? Индама кана анна аула кану биги аслан. Здесь у нас пропуск книги. Книги пропуск. После слова кану подпишите. Ля ята саммауна биги. Ля ята саммауна биги. Кану ля ята саммауна биги аслан. Индама кана анна аула. Кану ля ята саммауна биги аслан. Ля ята саммауна. Кану, вот после слова кану, запиши ля ята саммауна. Ля ята саммауна биги аслан. Говорит то, что последние, имеется в виду Ибрагим Ат-Тайми, а также Мухаммад ибн Усирин, а также Таус, не называли себя верующими в основе. То есть просто так, без иншаллах. Ваканал ахарун ята саммауна биги. А другие, то есть те фукаха, которых пересислили выше, они называли себя верующими. Без иншаллах. А что касается того, чтобы эти люди все перечисленные говорили, что его вера такая же, как вера ангелов и пророков, то ауузу билля, чтобы они такое говорили. Понятно ли нет? То есть даже те фукаха, а это Абу Абду Рахман Ас-Суллими, Тайба, от него это недостоверно, Аун ибн Абдилля, а также Умар ибн Азар, Ассалт ибн Бахарам, Мисар ибн Кидам и тому подобное. Даже если мы скажем, что они говорили, я верующий, и не говорили иншаллах, вместе с этим, не означает, что они говорили, что моя вера, как вера ангелов и пророков. Маазалла, ауузу билля, говорит, чтобы ученые из салифов говорили, что наша вера, как вера ангелов и пророков. Не было это дорогой ученых. Более того, запрет говорить такое, что мой иман, как иман ангелов и пророков, пришел сразу от нескольких из них. То, что они говорили, запрещено такое говорить, это говорить не разрешено. Каля Абу Абейд, говорит, Абу Абейд рассказал нам Хушейм, имеется в виду Хушейм ибн Машир, Ау Худисту Ану, или мне рассказали от Хушейма. Это, если она принимается или нет? Не принимается. Если есть сомнения, мне рассказал Хушейм, или мне рассказали от Хушейма, точно не помню. Такое не принимается, такое не принимается. Хушейм ибн Башир. От Джуэйбера, от Бахака, Анну Акан Якра, Аньякола Раджум, то, что Бахак запрещал Якра, здесь имеется в виду запрет, Юхаррим, не имеет в виду карагия, то есть нежелательность. Когда от салифов говорится, что они, якра, имеется ввиду, запрещали. Так вот, Бахат запрещал, чтобы человек говорил, «Ана аля иман Джибраил во Микаил». Моя вера, как вера Джибраиля и Микаиля. Так, это сообщение является недостоверным слабым, даже очень слабым. В его яснате, Джуэйбер ибн Саид аль-Азди. Джуэйбер ибн Саид аль-Азди, очень слабые передачи. Так, даже говорит дальше Абу-Рубейт. Рассказал нам Саид ибн Абимарьям аль-Мисри от Нафиа, от Умара аль-Джумахи. Сказал, я слышал, как ибн Абимулейка, когда ему один из людей сказал, «Инна раджулен кимаджалиси каяхуль». Один человек, который сидит в своем мажнисе, говорит, «Инна иманау каиман Джибраил». То, что его вера, как вера Джибраиля. Танк раздалит. И он начал это порицать. Как этот человек может такое говорить? Когда Всевышний Аллах в одном месте Курана восхвалил Джибраиля больше, чем восхвалил Мухаммада. Поясню это слово благородного посланника. То есть, кого? Джибраиля имеет в виду. Который обладает силой и имеет почет у обладателя трона. То есть, перед Всевышним Аллахом. Он подчиняется Всевышнему Аллаху и является верным. Является верным. Это, иншаллах, ясно. И сообщение это является достоверным. То есть, Ибну Абимулейка, когда узнал, что кто-то в его мажнисе говорит, «Мой иман, как иман Джибраиля», начал это сильно порицать. Так, начал это сильно порицать. Дальше. Таля Абу Аббейд говорит, Абу Аббейд рассказал нам. А, Ходдисна. Здесь приходит, как Ходдисна, Ан-Маймун, Ибну Мегран. Нам рассказали от Маймуна, Ибну Меграна. Такой снат принимается или нет? Нам рассказали от Маймуна, Ибну Меграна. Не принимается так, как Аллах Алим, кто рассказал от Маймуна, Ибну Меграна. Ан-Нурага джария танту ганни. Что однажды Маймун, Ибну Мегран, увидел одну рабыню, как она поет. Увидел, как одна рабыня поет. В другом реваяте приходит, бьет в барабан. Факаль и сказал. Манзаама ан-нагазихи аля иман Марьям бинти имран факат казаба. Кто скажет, что вера этой рабыни такая же, как вера Мариам бинти имран, тот солгал, говорит. Это Асар является каким? Достоверным. Асар является достоверным. И в конце него приходит. И говорит тому, кто скажет, что его вера такая же, как вера Джибриля. Это, иншаллах, понятно. Марьям бинти имран, то есть мать кого? Исы, алейхиссалам. Мать Исы, алейхиссалам. И говорит, может кто-нибудь сравнивает людей с ангелами? Говорит кто? Аб-Мурбейд, аль-Касим, ибнусалам, порицая это. Как может кто-то сказать, что моя вера, как вера ангелов? Говорит, что вместе с тем, что порицал Всевышний Аллах верующих сразу во многих местах своей книги. То есть Всевышний, что Атаба, ругал или порицал верующих во многих местах своей книги, а ангелов когда-нибудь порицал или нет? Ангелов в своей книге Всевышний Аллах никогда не порицал. Понятно или нет? Как вы, говорит, можете сравнивать людей с ангелами? И говорит, моя вера такая же, как вера ангелов. Говорит, Ашаддаль-Хитаб, Ашаддаль-Хитаб, Всевышний ругал верующих в своей книге в некоторых местах сильным руганием. И обещал им тяжелое наказание, тяжелые угрозы. И мы не знаем, чтобы Всевышний делал такое с ангелами когда-либо. То есть, чтобы он ругал ангелов или угрожал им. Ваакаль сказал Всевышний Аллах, Не пожирайте имущество друг друга, ложно. Все, что разрешено вам, это, что делать? Торговать друг с другом на основании довольства. То есть, на основании того, что один доволен в торговле и другой доволен ею. И не убивайте друг друга. Пояснял Аллах, к вам милосерден. А кто сделает такое из вражды и несправедливости? Мы заведем его в огонь. И это для Аллаха легко. Ваакаль, а также Всевышний сказал, Я его лазин аману, увы, которые уверовали, Иттакуллаха, побойтесь Аллаха, Вазарума бақыя минарриба, И оставьте то, что осталось среди вас из ростовчительства. Игунту мууменин, если вы действительно верующие, Паиллам тапаалю, а если вы этого не сделаете, Фазану бихарбин миналлахи варасуле, То узнаете, что Аллах и его посланник объявляют вам войну. Ваакаль также сказал, Я его лазин аману, увы, которые уверовали, Почему вы говорите то, чего не делаете? Что велика ненависть Аллаха к вам за то, Что вы говорите то, чего вы не делаете. То есть где Всевышний Аллах к ангелам говорил, Велика ненависть Аллаха к вам? Или говорил, О ангелы, если вы такого-то не сделаете, То знайте, что Аллах и его посланник объявляют вам войну. Такого к ангелам никогда не говорил Всевышний Аллах, А к людям говорил. Также Всевышний сказал, И люди писания, которые были до них, затянулось для них их время, и их сердца стали какими? Твердыми. Лакафирун, или жестокими, и большинство из них грешники. Для чего автор привел все эти аяты? Нам. То, что есть разница между людьми и ангелами. Всевышний Аллах спонаталь никогда не ругал ангелов, так, в своей книге, а верующих ругал и обещал им различные угрозы и так далее. В третьем аяте он запугал их гневом, сказал, что силен гнев Всевышний Аллах относительно тех, которые говорят то, чего они не делают. В четвертом аяте он указал, что они, что делают, слишком медлительны, и до сих пор их сердца не смирились перед тем, что не способна им из истины и так далее. И во всем этом, вместе с этим, Всевышний называет, как их? Верующими. То есть те четыре аята, как начинаются, я его лазина аману, я его лазина аману и так далее. Увы, которые уверовали, увы, которые уверовали. Называет их верующими, вместе с этим, угрожает им, говорит, если вы не сделаете так, или если вы сотворите то, то знайте, что вам будет так и так. А ангелам такого не говорит. Говорит, В чем же, говорит, схожесть верующих с Джибрилем и с Микаилем, вместе с тем, что Джибрил и Микаил занимают высокое положение перед Аллахом. Я боюсь, что тот, который говорит, моя вера такая же, как вера ангелов, Джибрил и Микаиля, то это является чем? Слишком является дерзостью перед Всевышним Аллахом. И с вчера это что? Дерзость. И является невежеством относительно книги Всевышнего Аллаха, Субханна Ху ва Тааля. Вот эта вот глава понятна или нет? Глава о необходимости чего? Делать исключение из веры. Ранее этот вопрос мы разъясняли, поэтому, иншаллах, то, что пришло в этой книге, является несложным. Значит, автор книги упомянул то, что некоторые осары от салифов, то, что они считали это желательно. Потом указал на то, что вместе с этим они разрешали это оставлять. Потом привел разъяснение слов тех, которые считали, что не надо говорить, иншаллах, что имели они в виду под этим. Привел разъяснение осара Абдулла им. Сруда, если он от него достоверный. И разъяснил, что не являлась дорога ученых среди праведных предков, чтобы они сравнивали свой иман с иманом ангелов, а конкретно Джабраиля, Микаиля и других ангелов. Также это все, иншаллах, ясно. Субханакаллаху, мабихамдик. Шадуаллах, илляхи, 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 сахаруллах, илляхи. Они говорили, что моя вера как вера ангелов и пророков. Магазаллах, аузабиллях, говорит, чтобы ученые из салифов говорили, что наша вера как вера ангелов и пророков. Не было этой дороги ученых. Более того, запрет говорить такое, что мой иман, как иман ангелов и пророков, пришел сразу от нескольких из них. То, что они говорили, запрещено такое говорить, это говорить не разрешено. Каля Абу Абейд, говорит Абу Абейд, рассказал нам Хушейм, имеется ввиду Хушейм ибн Машир. Ау Худдисту Ану, или мне рассказали от Хушейма. Это и снат принимается или нет? Не принимается. Если есть сомнения, мне рассказал Хушейм, или мне рассказали от Хушейма, точно не помню. Такое не принимается, такое не принимается. Хушейм ибн Башир. От Джуэйбера, от Бахака, Анну Акана Якра, Аньякол Арраджуль, то, что Бахак запрещал Якра, здесь имеется ввиду запрет, Юхаррим. Не имеется ввиду карагия, то есть нежелательность. Когда от Салифов говорится, что они Якра, имеется ввиду запрещали. Так вот, Бахак запрещал, чтобы человек говорил, «Ана аля иман Джибраиль во Микаиль». «Моя вера, как вера Джибраиля и Микаиля». Так, это сообщение является недостоверным слабым, даже очень слабым. В его яснате, Джуэйбер ибн Саид Аль-Азди. Джуэйбер ибн Саид Аль-Азди, очень слабые передачи. Так, даже говорит дальше Абу-Рубей, рассказал нам Саид ибн Абимарьям Аль-Мисри от Нафиа, от Умара Аль-Джумахи. Сказал, я слышал, как ибн Абимулейка, когда ему один из людей сказал, «Инна раджулян фимаджалиси каякуль». Один человек, который сидит в своем мажнисе, говорит, «Инна иманау ка иман Джибраиль». То, что его вера, как вера Джибраиля. И он начал это порицать. И сказал, «Субханаллах, ва Аллаху кацфаббала Джибраиля и санаала Мухаммад». Как этот человек может такое говорить? Когда Всевышний Аллах в одном месте Курана восхвалил Джибраиля больше, чем восхвалил Мухаммада. И сказал, «Иннау ла каулю Расулин Карим». Поясни это слово благородного посланника, то есть того, Джибраиля имеет в виду. «Зи ку ватин инда зил арши макиян», который обладает силой и имеет почет у обладателя трона, то есть перед Всевышним Аллахом. «Мутаин самма амин», он подчиняется Всевышнему Аллаху и является верным. Является верным. Это, иншаллах, ясно. И сообщение это является достоверным. То есть, Ибн Абимулейка, когда узнал, что кто-то в его мажнисе говорит, «Мой иман, как иман Джибраиля», начал это сильно порицать. Так, начал это сильно порицать. Дальше. Алла Абу-Абейд говорит, «Абу-Абейд рассказал нам. А, Худдисна, здесь приходит как? Худдисна Ан-Маймун ибну Мегран. Нам рассказали от Маймуна ибну Меграна». Такое, снаст принимается или нет? Нам рассказали от Маймуна ибну Меграна. Не принимается, так как Аллах Алим, кто рассказал от Маймуна ибну Меграна. «Ан-Нурага джария тантуханни», что однажды Маймун и Внулихран увидел одну рабыню, как она поет. Увидел, как одна рабыня поет. В другом ревояте приходит, бьет в барабан. Факаль и сказал, «Манзагама аннахазихи аля иман Марьям бин Туимран факат казада». Кто скажет, что вера этой рабыни такая же, как вера Марьям бин Туимран, тот солгал, говорит. Это Асар является каким? Достоверным. Асар является достоверным. И в конце него приходит, и говорит тому, кто скажет, что его вера такая же, как вера Джибриля. Это, иншаллах, понятно. Марьям бин Туимран, то есть мать кого? Иси, алейхиссалам. Мать Иси, алейхиссалам. Как говорит, может кто-нибудь сравнивать людей с ангелами? Говорит, кто? Абон Рубейд, аль-Касим, ибнусалам, поресая это. Как может кто-то сказать, что моя вера, как вера ангелов? Говорит, что «ва кад гатаба Аллаху му'менина фигэри молбер мигитабии» Вместе с тем, что порицал Всевышний Аллах верующих сразу во многих местах своей книги. То есть Всевышний, что «атаба» ругал или порицал верующих во многих местах своей книги, а ангелов когда-нибудь порицал или нет? Ангелов в своей книге Всевышний Аллах никогда не порицал. Понятно ли нет? Как вы, говорит, можете сравнивать людей с ангелами? И говорит, моя вера такая же, как вера ангелов. Говорит, ашаддаль-хитаб, ашаддаль-хитаб, Всевышний ругал верующих в своей книге в некоторых местах сильным руганием. И обещал им тяжелое наказание и тяжелые угрозы. И мы не знаем, чтобы Всевышний сделал такое с ангелами когда-либо. То есть, чтобы он ругал ангелов или угрожал им. Бакаль сказал Всевышний Аллах, Все, что разрешено вам, это что делать? Торговать друг с другом на основании довольства. То есть, на основании того, что один доволен торговлей и другой доволен ею. А кто сделает такое из вражды и несправедливости, посол Фануслигинара, мы заведем его в огонь. И это для Аллаха легко. Вакаль также Всевышний сказал, Почему вы говорите то, чего не делаете? Что велика ненависть Аллаха к вам за то, что вы говорите то, чего вы не делаете. То есть, где Всевышний Аллах к ангелам говорил, Велика ненависть Аллаха к вам? Или говорил, О ангелы, если вы такого-то не сделаете, то значит, что Аллах и его посланник объявят вам войну. Такого к ангелам никогда не говорил Всевышний Аллах. А к людям говорил. Вакаль также Всевышний сказал, Разве не настало время для тех, которые уверены, чтобы их сердца побоялись Всевышнего Аллаха, и смирились, точнее что, чтобы их сердца смирились перед поминанием Всевышнего Аллаха, И смирились перед той истиной, которая к ним не способна. И чтобы они не были такие, как были люди Писания, И люди Писания, которые были до них, затянулось для них их время, и их сердца стали какими? Твердыми. Вакафирун, или жестокими. Вакафирун минум тасихон, и большинство из них грешники. Для чего автор привел все эти аяты? Нам. То, что есть разница между людьми и ангелами. Всевышний Аллах спонаталь никогда не ругал ангелов. Так, в своей книге. А верующих ругал, и обещал им различные угрозы, и так далее. В третьем аяте он запугал их гневом. Сказал, что силен гнев Всевышнего Аллаха относительно тех, которые говорят то, чего они не делают. В четвертом аяте он указал, что они, что делают, слишком медлительны. И до сих пор их сердца не смирились перед тем, что не споснуло им из истины, и так далее. И во всем этом, вместе с этим, Всевышний называет как их верующими. То есть те четыре аята, как начинаются, Я его лази на Аману, Я его лази на Аману, и так далее. Увы, которые вы веровали, увы, которые вы веровали. Называет их верующими, вместе с этим угрожает им. Говорит, если вы не сделаете так, или если вы сотворите то, то знайте, что вам будет так и так. А ангелам такого не говорит. В чем же, говорит, схожесть верующих с Джибрилем и с Микаилем, вместе с тем, что Джибрил и Микаил занимают высокое положение перед Аллахом. Я боюсь, что тот, который говорит, моя вера такая же, как вера ангелов, Джибрилем и Микаилем, то это является чем? Слишком, является дерзостью перед Всевышним Аллахом. Истирается, что дерзость. И является невежеством относительно книги Всевышнего Аллаха. Вот эта вот глава понятна или нет? Глава о необходимости чего? Делать исключение из веры. Ранее этот вопрос мы разъясняли, поэтому, иншаллах, то, что пришло в этой книге, является несложным. Значит, автор книги упомянул то, что некоторые осары от салифов, то, что они считали это желательно. Потом указал на то, что вместе с этим они разрешали это оставлять. Потом привел разъяснение слов тех, которые считали, что не надо говорить, иншаллах, что имели они ввиду под этим. Привел разъяснение Асара Абдулла им. Асхуды, если он от него достоверный. И разъяснил, что не являлась дорога ученых среди праведных предков, чтобы они сравнивали свой иман с иманом ангелов, а конкретно Джибраиля и Микаиля и других ангелов. Также это все, иншаллах, ясно. До сих пор их сердца не смирились перед тем, что не способно им из истины и так далее. И во всем этом, вместе с этим, Всевышний называет, как их, верующими. То есть все четыре аята, как начинаются, я его лази на аману, я его лази на аману и так далее. Увы, которого веровали, увы, которого веровали. Называет их верующими, вместе с этим угрожает им. Говорит, если вы не сделаете так, или если вы сотворите то, то знайте, что вам будет так и так. А ангелам такого не говорит. Говорит, в чем же, говорит, схожесть верующих с Джибрилем и с Микаилем, вместе с тем, что Джибриль и Микаиля занимают высокое положение перед Аллахом. Я боюсь, что тот, который говорит, моя вера такая же, как вера ангелов, Джибрилем и Микаиля, то это является чем? Слишком является дерзостью перед Всевышним Аллахом. Истира это что? Дерзость. И является невежеством относительно книги Всевышнего Аллаха. Вот эта вот глава понятна или нет? Глава о необходимости чего? Делать исключение из веры. Ранее этот вопрос мы разъясняли, поэтому, иншаллах, то, что пришло в этой книге, является несложным. Значит, автор книги упомянул то, что некоторые осары от салифов, то, что они считали это желательно. Потом указал на то, что вместе с этим они разрешали это оставлять. Потом привел разъяснение слов тех, которые считали, что не надо говорить, иншаллах, что имели они ввиду под этим. Привел разъяснение Асара Абдулла им. Асхруда, если он от него достоверный. И разъяснил, что не являлась дорога ученых среди праведных предков, чтобы они сравнивали свой иман с иманом ангелов, а конкретно Джибраиля и Микаиля и других ангелов. Также это все, иншаллах, ясно. Что имели они ввиду под этим. Привел разъяснение Асара Абдулла им. Асхруда, если он от него достоверный. И разъяснил, что не являлась дорога ученых среди праведных предков, чтобы они сравнивали свой иман с иманом ангелов, а конкретно Джибраиля и Микаиля и других ангелов. Также это все, иншаллах, ясно. Субханакаллаху, маби-хамдик. Шаду Аллаху, маби-хамдик. Ясно. Субханакаллаху, маби-хамдик. Шаду Аллаху, маби-хамдик. А то бейли.